Здравствуйте! На ЕТВ программа «Гости Екатеринбурга» И сегодня гостем нашего города стал артист, сценарист и даже режиссёр Пётр Фёдоров Пётр, здравствуйте! Здравствуйте! Приехали в город с новой картиной «Ледокол» Да И у меня, знаете, такой вот вопрос «Ледокол» вообще необычная история для нашего кинематографа Потому что Николай в Америке, который известен как режиссёр такого авторского, умного, может быть, где-то замороченного кино И вдруг фильм-катастрофа, и вроде бы такой жанр блокбастера И перед этим дуэлянт Мизгирёва, и тоже Мизгирёв не, в общем, самый режиссёр для блокбастера, казалось бы Вот это некий эксперимент для российского кинематографа? Это какой-то новый путь, по которому пытается пойти наше кино отечественное? Что это такое? Мне кажется, что это единственный путь, по которому может идти кино Любое кино должно быть авторским, и любое кино – это ребёнок, у которого должен быть отец И любая история должна быть рассказана рассказчиком Просто мы, к сожалению, привыкли, да, у нас отняли 20 лет Мы отстаём чуть-чуть, и те 20 лет развития кинематографа, которые у нас были отняны обстоятельствами жизни нашей страны, там, 80-90-е годы И потом, да, мы все привыкли к этому интертейменту, огромное спасибо людям, которые принесли технологии, людям, которые научились снимать клипы, и на этом примере, да, они научились пользоваться техникой Огромное спасибо этим людям, которые создали территорию огромного инструментария, таким людям, как Фёдор Бондарчук И единственный шанс вообще, в принципе, для кино – это когда на территорию инструментария приходит настоящий художник Это единственное… Просто Голливуд прошёл какой-то… Подождите, а Бондарчук, ну вот, с которого вы начинали такой путь вот на широких экранах, там, обитаемый остров, и Сталинград Это просто инструментарий? То есть там нет автора или… В принципе, любое кино, любое кино, не важно, что это интертеймент, мейстрим, да, или какая-то штука, оно не может быть без ребёнка, не может быть без отца Любое кино в любом жанре должно быть авторским Вот, вопрос, да, писал ли сценарий режиссёр или нет, это даже… Или там, это студийный проект, который покупает талант режиссёра Но здесь даже, там, понятно, Мизгирёв – это его история от А до Я, то есть он придумал сценарий, он его написал, он снял картину, ее смонтировал И во всё это вложился важнейший человек для, там, тоже развития нашего кино Александр Роднянский, который, в общем-то, идёт по принципу, который Голливуд уже пережил То есть он вкладывается и разглашает талант, талант конкретного человека Так появился, там, мы знаем, Кристофер Нолан, который спас, там, все эти Бэтмены и прочее Вот, только, только, только настоящие, настоящие режиссёры, только люди, которые могут что-то нам рассказать, все имеют право И, ну, так получилось, то, что мы немножко опоздали с этим И это только начало абсолютно нормального, мы входим в русло И я очень радовался, то, что Алексей Мизгирёв, который абсолютно очень уверен в себе И он, как будто, всю жизнь на такой территории Вопрос не в том, что, да, как там, это тебя не можно пугать, а в том, что ты имеешь в виду, и ты пользуешься этим, как инструментом Я мечтал, чтобы, да, вот, наконец-то это началось То, что не обязательно, там, не надо снимать клипы, надо снимать кино Вот, и, вот, это, 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 наверное, первое, самое точное, самое важное Потому что я всегда мечтал сниматься от таких режиссёров Я вот, видите, дождался, когда они пришли Вот такое совсем огромное кино И это очень правильно Поэтому я очень поддерживаю Роднянского, Толстунова И у Толстунова, да, вы говорили, Александр Толстунова, ледокол У этой компании Это студийный проект, на который был приглашен как режиссёр Были приглашены его творческие силы, его видение И мы все очень устали, там, согласитесь, от картонных историй Которые без запаха, без крови какого-то, да, вот, какого-то сермяжного То есть мы не понимаем, всё это какое-то такое размазанное Я тоже устал от таких картин И, например, такая большая фильм-катастрофа Правда, это смешно, я всегда смеюсь, что фильм-катастрофа Это когда не получился Говорит, это жанр Мне кажется, что, когда, да, вот такой тонкий, тонкий авторский режиссёр приглашается Вроде на такую брутальную махину Это как раз шанс такой вдохнуть в неё жизнь И Коля такой поразительный человек, поразительный режиссёр И он наполнил всё это такой интонацией И мы тоже, мы тоже молодые художники Здорово то, что этот фильм делали, в принципе, в основном люди нашего возраста Это нашего поколения Как бы 80-е Это вообще, в принципе, территория нашего детства Вот, поэтому мы не могли никаким образом картонно существовать И то, что у нас был режиссёр, то, что у нас был капитан Это было очень важно И я надеюсь, то есть мы здесь даже немножко как на Олимпиаде находимся Потому что в этом году у нас так получилось, что год кино Я очень переживал, если этот год пройдёт незамеченным для настоящего успеха Настоящего, что должно быть, мне кажется, в этом году несколько настоящих фильмов И я счастлив, что они есть И ещё более я счастлив, что в ряде них я принял участие Мне взяли на борт, мне доверились А в каком качестве вам интересно заниматься этим? Я занимаюсь этим всесторонним Да, потому что вы и режиссёрский опыт был, и сценарий И снимать это очень интересно Я делаю какие-то работы, я сейчас на территории малых форм Я снимаю клипы для нашей группы, я пишу сценарий, что-то ещё У меня был какой-то опыт сотрудничества с Палом Бардиным на уровне идеологического Мы писали сценарий, что-то делали Для «России-88»? Мы сделали две картины, мы сделали «России-88», сделали «Гоп-стоп» Хотя всё это берёт свои корни из сериал-клуб, где все познакомились Поэтому кино – это очень интересно И я, вероятно, не хотел бы замыкаться только на актёрство Это такая штука довольно непосредственная и сложная И мне здесь интересно только то, что может быть интересно И всегда, ну, всегда есть опасность в этой профессии Чуть-чуть оставить зависимым от ряда факторов Потому что в любом случае это очень зависимая профессия И нельзя попадаться Ну, после клуба, вот я хотела спросить, была зависимость от образа такого, не знаю, бэдбоя Там, такой, мальчик плохиш И её приходилось Ну, у меня тоже не было, я уж не знаю А у режиссёров, ну, когда вот вас приглашали, вы видите, что зовут вот на примерно тот же образ, который там Ну, вы знаете, но меня, я очень благодарен Фёду Сергеевичу, который меня, я ещё не доснял Мы не досняли ещё этот сериал, когда он уже мне утвердил «Набитаем остров» Вот, и я как раз там как-то переломал То есть это тоже работа, надо работать Почему, да, вот Де Рэдклифф пытается изображать каких-то гомосексуалистов в авторском кино Вот, пытается избавиться, в общем-то, от… Вот, и для американцев это важно Если попадаешь в какой-то супер-бренд, они пытаются от него избавиться в театре и в независимом кино Вот, поэтому иногда это работает, но не работает Но я, честно говоря, никогда не испытывал проблем по поводу такого-то, да, стереотипа Но могу сказать то, что это достояние тоже только русского кино То, что ты можешь сам как актёр, это довольно много, предложить что-то из себя Хотя всё равно продаётся то, что по кефиру это кефир, молоко это молоко Картошка никогда не станет морковкой, вот У меня квадратное лицо и большие брови, в общем-то, да, тут можно туда-сюда Но, в принципе, всё равно ты нужен за то, что всегда то, что у тебя есть самое сильное В любом случае, чуть-чуть ты можешь где-то экспериментировать на зоне других фильмов Но это нормально, это абсолютно нормально А можно перегореть? Вот у вас к 34-м уже вот такая фильмография И просто, вот я сейчас на память вспоминаю Беглицы и Азори здесь тихие Ну, можно перечислять, прямо долго сидеть и перечислять Выматывает вот такая работа, когда подряд несколько проектов Когда премьеры там с разницей в две недели выходят Нет, ну, это у меня такой год случился, что сейчас, да, с разницей в две недели выходят картины Это тоже зависит от меня Выматывает, вы знаете, выматывает, усталость есть, но перегореть нельзя Не имеешь права, если перегораешь, надо уходить из профессии Вот, я, у меня большой послужной список, безусловно, но я нигде больше не работаю Я киноартист, я не артист театра Вот, хотя у меня по диплому, да, артист театра и кинотеатр можно вычеркнуть В общем-то, я здесь, я занимаюсь этой профессией 17 лет И, безусловно, право делать, там, я сейчас делаю две работы в год, не больше Это позиция такая Вот, то есть, если придет третий, и прям вот сценарий вообще вам понравится, а вы скажете, нет? Я нахожусь на территории контракта И я нахожусь на территории интереса сделать свою работу Я не смешиваю работы, я не снимаюсь параллель никогда, нигде Я за это качество работал больше 15 лет, чтобы я наконец-то смог, там, это право выбора, да, там, грубо говоря У нас не так много интересных картин производится, поверьте И я стоя только на территории живого интереса творческого В этом смысле перегореть, наверное, нельзя Потому что перегореть, мне кажется, можно, если ты себя обманываешь, ты просто, ну, кушаешь неправильную пищу Мы то, что мы едим, вот, а мы это то, что мы творим А потом уже это едят люди, которые это все смотрят И мы не имеем права на две вещи, это, да, там, вот, себя заболотить и отравить людей Потому что никогда не стоит забывать о том, что кроме того, что так или иначе Любой, да, аудиовизуальный продукт, который транслируется по телевизору или на больших экранах Это определенная трибуна, и мы не имеем права, да, в контексте нашей профессии Мы имеем права только просвещать и, там, задавать вопросы, не имеем права на них отвечать И не имеем права отуплять людей, делать НЛП, делать какую-то картонную политическую, да, там, пропагандистскую Какую-то неправильную, там, да, какую-то штуку, в которой часто ошибается не государство, а наши коллеги Вот, потому что делают просто за чистые государственные деньги некачественный продукт Вот, и вдохновлять, там, людей, да, там, на какие-то странные штуки, в общем-то, бездумно Вот, поэтому это такая штука, но все Ну, Россия 8-8 очень тяжелая была судьба у картины, когда, там, и вас по судам таскали, и картину пытались Ну, это у картины была судьба, я вам скажу, что она была интересная судьба Это тот пример, когда, как раз-таки, все-таки люди голосовали за интерес И, да, там, картину запретили, потом разрешили нас, да, там, ну, куда-то мы съездили Но, к сожалению, это как раз была модель того, что, когда, там, какой-то запрет в нашей стране делает слаще Для фильма Павла Бардина это сыграло народу для, там, да Мы его посмотрели через интернет, мы его снимали на пленку, и мы делали это сами И мы снимали на пленку, потому что инструмент, и мы хотели, чтобы он был показан на большом экране Но, тем не менее, да, там, эта картина во многом даже в тот год была более известна, чем «Битаем остров» Я об этом судил по поискам, по поискам в стране И, ну, сейчас какие-то такие вещи происходят более грамотно, если что-то надо поддушить, наверное Есть какие-то технологии более грамотные Тогда, да, это была эпоха Владислава Юрьевича И сейчас я могу сказать, что, да, модель это был признак времени И сейчас прошло не так много лет, но, оглядываясь туда, я понимаю, что очень многое изменилось Я бы очень многое хотел вернуть те вопросы, которых я боялся, мне казалось, что это враги времени Какие-то люди, да, там, в аппарате Сейчас я понимаю то, что это было интересное время Это было переходное время, это было богатое время на какие-то такие яркие явления, яркие личности Было много очень страшного, но очень много смелого И сейчас, я вас уверяю, намного сложнее, потому что вакуум и откладывание ватой Это гораздо опаснее, чем просто там пускание крови Открытое такое Конечно, конечно, это было круто И было очень много талантливых людей, в том числе, да, Владислав Юрьевич, которого все боялись И как-то предполагали, что вот, какой-то серый кардинал, который сейчас все портит Я уже даже не знаю, как все это, да, вот, сейчас мне кажется, что, может быть, все было и не так Вот сейчас, как я вспоминаю, мы могли намного больше сделать, и у нас было, да, у кинематографа, наверное, больше денег, не было кризиса Но это каждое время такое, каждое время Сейчас время более сухой сути, время, которое заставляет нас более точно формулировать то, что мы хотим делать И сподвигать у нас год кино, и мы не справимся с государственной поддержкой, мы не можем Мы точно должны формулировать свои задачи и с государством, да, там, наравне как-то пытаться поделить эту территорию наших интересов Вот, потому что, да, там, только на государственные деньги мы можем сделать какие-то большие картины Но только честные кинематографисты могут сделать так, что это будут правильные картины, как бы, интересные Вот, поэтому сейчас время таких вот, мы и калибруемся Это, я думаю, время таких вопросов в себе, куда мы движемся, чего я хочу И вопрос контекста, и вопрос диалога И конкретное бегство от ответственности, занятия по своей профессии, оно меня смущает Очень много людей, как бы, да, презирая государство, презирая какие-то моменты, бегут и говорят, ну, тогда я не буду делать ничего Вот, мне жаль, потому что очень много больших специалистов сбежали, вот, а их помощь нам была бы нужна Эти режиссеры, там, эти, там, да, деятели, они могли бы сделать крутые фильмы И, как бы, в данном случае бегство, оно освобождает территорию, да, как на голосовании, когда если ты не идешь на голосовании, то это право воспользоваться голосом Вот, мне кажется, сейчас время, время труда и время, и время такого, сухого остатка, мне оно тоже очень нравится Ну, вы для себя вариант бегства не рассматриваете Это, как бы, не права Ну, как вы видите, нет, я рассматриваю вариант работы И, ну, как, я на это жизнь положил, я хочу, чтобы это было интересно, и мне пока интересно Самое главное, интересно терять, просто не надо себя обманывать, надо заниматься тем, что интересно В общем-то, это основная, гражданская позиция в любом аспекте, да, там, делай свое дело хорошо, и не важно, как ты относишься к президенту Просто делай свое дело, кто-то там хлеб печешь, кино снимаешь, не знаю, в троллибу сводишь Это самая правильная позиция Да, если ты ни в чем не разбираешься по жизни, я, например, очень много не разбираюсь по жизни Я, как бы, политичный человек, и считаю, что это такая территория сотрудничества, но мы не можем ангажировать друг друга В таком абсолютном плане, потому что это и испортит наш инструментарий Поэтому, да, вот, ну, как бы, ну, надо делать хорошо Но на том этапе, что зависит от тебя, делай хорошо то, что зависит от тебя, да Да, делай хорошо свою работу, делай интересно, не надо обманывать Выходила картина недавно «Ваканта Жить Шевкова» Это дебютировал парень, как бы, он закончил этот гик И это тоже, я считаю, молодой такой Кристофер Новым был, растет, очень талантливый режиссер Вот, меня разорвал сценарий, его смысл Он был сделан за очень простые деньги компании «Викино» И, к сожалению, те, кто видел эту картину, они очень радовались А средства те же были у нас, средства те же, что большая, что маленькая Средства по донесению, да, там, были очень небольшие И мне жаль, что там эту картину не все посмотрели Хотя это там... Но заинтригуйте, там же очень интересный сюжет про вот эти там Жизни на прокат и вот эту историю Ну, там этот сюжет... Ну, в двух словах, чтобы человек нашел ее Человек пусть ее найдет, просто запомнит название фильма «Ваканта Жить Шевкова» Про каждого из нас Жизни самый главный, главный смысл, и как эта история рассказана Это как, да, там, понятно, такое немножко путешествие Там, да, там, по каким-то... Такая... про реинкарнацию немножко такая история Вот, но дело в том, что это молодые люди Это молодые люди, которые сейчас выпускаются Я вас уверяю, что я вижу сейчас поколение молодых режиссеров растет Это очень интересно И я очень злюсь на продюсеров, которые, да, там, там, сначала Сначала их поддерживают и вкладывают в них какие-то деньги А потом все равно не дают до конца там все это как-то вот Все равно довести до ума Вот, это меня расстраивает Но самое главное, что я вижу это поколение Я вас уверяю, что в ближайшее время Если мы все будем работать, мы столкнемся с очень интересными фильмами И вот Рустам Ильясов Один из таких очень талантливых людей Собственно, вот, который снял про шеф-повар вот эту историю Да, да, да А со зрителем есть у вас какая-то обратная связь? Я не знаю, письма, интернет, социальные сети? Вы знаете, мне нету нигде Я социальными сетями не пользуюсь У меня как-то в привычку не вошло И я как-то стараюсь более в реальном мире находиться Хотя я понимаю, что там есть какие-то технические просто моменты Которые, может, где-то я немножко себя отнял Вот, может, где-то я что-то как раз-таки не могу Может быть, это средство как раз, когда я могу Из своих рук, да, донести до зрителя Если там не хватает поддержки фильмов Рассказать, что есть такая картина Как средство рекламы воспользоваться Каким-нибудь Фейсбуком Но у меня не проросло У меня есть Инстаграм Ну, в принципе, обратная связь Меня больше прямая волнует Сейчас только что была вот у нас прямая связь Прямо здесь вот Со зрителями В виде объятий Вот я до сих пор в собачьей шерсти Да, это прекрасно Девушки, поклонницы мучают Какими-нибудь, я не знаю, караулим ему подъезд Ну, вот как это было во времена У меня подъездов мало Я вот точнее, точнее У меня практически нету У меня нету подъезда Я представляю У меня все каждый раз разные подъезды Поскольку, видите, сегодня у меня Екатеринбургский подъезд Вот, я все время где-то Нет, я почему мучаю Зачем меня мучить Я счастлив Это такой кредит доверия Это же любовь, да, вот эта какая-то Людей Я думаю, они больше любят, наверное, персонажей, чем актеров И потом это так смешивается И это тонкий всегда момент Мы не имеем права присваивать себе Это территория имущества картины Любовь к персонажу Да, вот это такой первобытный момент И то, что, да, вообще Как это забавно строено То, что люди собираются в зале И это эффект Такого, да, группового сопереживания Это как бы такой практический обряд Это эффект публичного одиночества И в тот же момент Вот мы все вместе В этом много первобытного И всегда очень есть опасный момент Да, вот то, что у нас Мы же все-таки такие чуть животные И почему-то Почему-то пример парня из соседнего двора Для нас всегда оказывал на нас Меньшее влияние, чем, да, например Пример какого-то парня с экрана Какого-то героя Почему-то это всегда больше вдохновляет И этим пользуются тоже всегда И Ленин сказал Вот, для нас важнейшим из искусств Велится кино и цирк Сразу сообразил Вот, поэтому с этим очень надо аккуратно И глупо поступают те актеры Которые себе это присваивают И это реально Это реально Это так вот, когда на сериале На сериале клуб Я вот ощутил Я не умел пользоваться Я был смущен И такой телевизор Это технический момент Тебя очень много показывают Тебя много-много-много Много раз показывают Показывают, показывают И тебе делают призывку И вызывают как бы какой-то Такой вот эффект Какой-то зависимости Не знаю, какая-то такая болезнь Но потом, когда молодежь побежала Я смущался Я не знал немножко, что делать с этим И где-то я был неправ Когда я в плохом настроении Вдруг отвергал Возможность сфотографироваться И мне говорили Вау, чувак, так вот ты какой Два слова, которые вы чаще других используете Вообще, я так понимаю В своей жизни Территория и работа Вот про территорию Я хотела спросить Я, во-первых, сразу вспомнила Кино-территория С волшебными пейзажами, планами Насколько интересно было сниматься Я так понимаю, что съемочная группа Какое-то время жила Какое-то время жила У меня была маленькая роль В этой картине Они были на Плату Патарана Это потрясающее место Такой заповедник Километров 400 от Норильска Вот И Это такая книга Да, вот Это, наверное, такой бестселлер Для наших родителей Куваева Территория Это такая вдохновляющая литература Довольно сложно, мне кажется Сделать, в принципе Снять фильм По этой книге Потому что в ней нету Какого-то конкретного сюжета Это вдохновляющая литература Это характеры Вот Мельник взялся И Я завидовал Там Они Они там где-то снимали Лето, лето, лето А потом меня Я к ним зимой пришел Этот эпизод И мы туда полетели Зимой, весной Я обожаю север Я заложник любви к северу Вот Вот И даже Я снимал на севере На полуострове Рыбачий И обязательно туда верну В следующем году И вот мы были с ледоколом в Мурманске А тогда мы были в Норильске И вообще это очень интересно Я думаю, что каждый из нас Должен постараться проехать Как можно больше по нашей стране Потому что Да, вот у нас есть Московия Есть Россия И Конечно Когда приезжаешь В Мурманск Снимать кино И просто видишь Как живут люди Как это происходит Ртутный снег Дети с велицами Лицами Разноцветные домики Вот И там где-то буквально Вот этот Нордост, который постоянно дует Мы неделю посидели Мы не могли вылететь из Норильска Потом прилетели на Плату Тарана Мы прожили там Ну, мы прилетали У нас был небольшой блок съемочный Там на недельку В итоге застряли на месяц По-моему Или на два Я уже не помню Потому что небо закрылось И мы не могли не снимать И нас не могли не эвакуировать И вот мы там остались Как раз таки в этих палатках Ну, это же такое счастье Прям вот такая Вынужденная медитация Это счастье, да За нас немножко боялись Что это может превратиться Во вторую группу Бодрова Вот И мы там чуть-чуть были на грани Как бы, но Господь был с нами То есть это было опасно Это непросто? Мы застряли, было опасно У нас там заканчивалась соляра К нам не могли прилететь В вертолеты И, в общем-то, не было понятно Чем это закончится Но закончилось все хорошо Мы закончили картину В общем, волновались наши мамы и папы А про территорию В таком вот личном Психологическом смысле У вас есть какая-то Своя территория? Вы говорите, что Нет подъезда И как такового дома Возле которого Могли бы дежурить Передавая там Эстафетную палочку Поклонницы А вот какая-то ваша Личная территория Не знаю, может быть Это Алтай, где Проходил Одесса Может быть Это что-то еще? Таких много территорий Всегда Эта территория Какого-то конкретного места нету Наверное, есть территория Моих воспоминаний И всегда для меня это Наверное, то место Дом или комната В котором собираются Мои любимые люди Моя мама, мои сестры, моя жена Мои ближайшие друзья Вот И у меня есть Несколько точек на моей карте Да, есть место, где Мы зарепетируем Нашу музыку с моей группой Уже много лет Есть, да Дом моей мамы Есть какой-то у нас Маленький-маленький домик Там в Подмосковье Который не так давно появился И вот мы эту территорию Пытаемся как-то сейчас Окучивать Мы очень редко видимся Из-за моей Да, деятельности И всегда Для нас есть Опасность того, чтобы Да, вот это вот Какое-то вот Наше увлечение Успех и фанатизм И, да Этот бэкграунд профессии Который требует Огромного количества поездок Там последние годы Я был Если в общей сложности Бывал месяца три, наверное За год в Москве А музыка И ваша группа Race to Space На нее вообще Время остается И как 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 Это такой факультатив для вас? Это что? Нет, это не факультатив Знаете, хобби Представит быть хобби Когда начинает у тебя отнимать Времени больше, чем профессия Поэтому, в принципе У меня рано Я не театральный артист У меня Вот Я занимаюсь музыкой И Ровно столько же Собственно Только Кино и музыка И сейчас Мы заканчиваем Выпуск нашей картины Ледокол Я думаю В ближайшие Следующие полгода Я буду только в музыке Может быть больше Это очень важно Это очень важно Территория Контакт Кто-то придумал Кто-то придумал А мне кажется Стадион Стадион Но это должно быть по-настоящему И в этот момент Да, ты получаешь Что-то особое Поэтому Я туда тоже двигаюсь Спасибо огромное Спасибо большое Спасибо Петр Федоров Спасибо Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok